Всем привет! С вами Ватрушка 2004. Сегодня я вам на обзор, собственно говоря, приготовил, что... Нет, это не замечательный город. Евангелионовск. Это хлопья любятого. Вот. Овсяные колечки с медом, с цельным зерном, без красителей, консервантов. 100% натуральные ингредиенты. Вот. Подводные приключения хлопы. Ух ты. Давайте заценим, что за приключения хлопы. Так. О, смотрите, большой осьминог. Срази, выбросай кубик. Финиш. Ищи приложение коробки, шкалных шариков, медовых шариков и звездчик, любятого. Нифига. Привет, охлопа. Помоги мне преодолеть все испытания под водой и победить большого осьминога. Хорошо. Так. Так. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, старт. То есть, вот. Ускорься и проплыви к третьей клетке. Хорошо. За глубочайшую океаническую впадину. Значит, сэкономика. Так, дальше. Перечисли название четырех океанов. Ну, Россия. Так. Какая самая большая рыба в мире? Россия. Как называется самое глубокое озеро на планете? Русь. Так, что тут? Палец. Вернись на три клетки назад. Хорошо. Так, хорошо. Хорошо. Ладно. Так, допустим. Пять. Сколько морей омывает берега России? Все. Финиш. Щип продолжения на коробке. Так. Ну, это я читал. Начается. Отлично. Сегодня будем делать... Вот у меня также молоко импортное. Вроде не стухло. Я его не открывал. Одинство, но второго должно испортиться. Сейчас пятое или четвертое. Вот. Мне надо для начала вымыть посуду. Вот. Вымыть посуду. Ну, кстати, вот у меня есть друг. Сейчас. Не видно, наверное. Во. Это утонувший паук. Я его, короче, обнаружил в кастрюле плавающем. Я очень сильно испугался, но потом понял, что он утонул. И сейчас вода как бы в атмосферу, то есть, выделилась. И поэтому сейчас воды нет. Так, это что? Что это такое? Угу. Это гниль, так называемая. Где? Сейчас. Во. Гниль. Ну и сегодня мы завтрак из гнили готовить не будем. Сегодня у нас на дегустации, на проверочке хлопья любятого. Сейчас. Мне надо будет, значит, вымыть тарелку, ложку, вилку. Все на свете, поэтому я сейчас отойду. Сейчас. Так. Е-мое, у меня губка прилипла. Думаю. Так, ладно. Ничего страшного. Сейчас. Попану посуду. Так. Вот она первая тарелка. Но в идеале, конечно, вымыть смех. Да. О, господи, это что? Офигеть. Так. Так. Ну, ну. Блин, ну, конечно, тарелка в таком плачевном состоянии, что отмывать достаточно трудно оказывается. Вот еще у меня губка в волосах. Так, не знаю, почему. Так, сейчас. Вот, надо вымыть, блин. И это, ну, окружающий мир тарелки. Ну, не окружающий, ну, вот эта. То есть тарелка снаружи, снаружи и внутреннюю. То есть что-то получается наружная тарелка, это то, что находится вне миски. Получается, что миска это является, но как бы она внутрь не попадает. Да? То есть такую, можно сказать, выпуклость, да? Надо будет вымыть. Надо будет вымыть все, чтобы было идеально, стилина, и я не подхватил стоматит или чуму. Так. Сейчас вымы. Я даже не знаю, меня может быть вообще не слышно, но я считаю, что вот даже разговоры такие, когда ты, ну, живешь один, получается, да? Я считаю, что такие разговоры, они, ну, наоборот, идут человеку на пользу, потому что, ну, без этого можно действительно с этим с ума, получается, да? Да. Так. Так. Я хочу кушать из чистой миски, но похоже, моими мечтями суждено в битве. А возможно, и суждено. Сейчас я потру хорошенько. Так. Вот не будьте, как я, и мойте посуду волнами, господам. А может, вы не господа, а господам. Поэтому, мойте поползкая посуду за собой, а то будете жить как я, и питаться только хлопьями любятого. Я их даже вот сейчас не пробовал. Период, когда я их пробовал, ну, наверное, нет, ну, лет, может быть, ну, наверное, даже, ну, меньше десяти лет точно, но больше пяти точно. Вот. То есть больше пяти лет назад пробовал. Ну, там, может быть, не знаю, восемь-девять лет назад кушал такие хлопья. Хотя, ну, может быть, даже все десять. В общем-то, я бы не сказал, что моя судьба настолько плачевна, потому что я даже их не пробовал. Может быть, в них снился, ну, скажем, медпроизводным, да? Вот. И получается так, что, ну, хлопья были тогда хорошие, а сейчас хлопья не очень. Может быть, так и будет. Может быть, такого не будет. И тогда я, то есть, буду в раз еще больше. Потому что вот хлопья, которые я ел, хлопья, которые я любил, они остались в течение же, и в них можно покупать. Значит. Так. Вторую кавелку мою. Так, вторую. Надо бы добавить. Перри. Перри мне, если что, ребят, не платили. За обзор. Обзор на Перри не будет. Потому что, ну, я берегу свое здоровье. Вот. К сожалению, бытует мнение, что если пить Перри, то можно отравиться. Я, честно говоря, не знаю, так ли это на самом деле или нет, но я все-таки рисковать не хочу. Я человек, ну, не сказать, что прям рискован, но и не сказать, что я прям трус. И как бы горьким опытом, и даже не горьким, я научен жить в этом мире. Или же я учусь в этом мире. С другой стороны, каждый из нас учится жить в период всей своей жизни. То есть, вот, каким бы старым человек не был, он все еще учится. Учится жить. Не можешь просто остановиться в развитии. Не можешь просто остановиться думать. Не можешь остановиться, как бы так сказать еще, умность. Ну, это, в общем-то, мы стармировать вообще, по идее, не можем. Но с учетом того, какие сейчас тренды, да, видимо, мы и слова очень легко сейчас опровергнуть. Но это мы, может быть, когда мы поставим на поток. Ну, а сейчас в метре тарелка. Что еще хочется сказать? Ну, вообще, насчет обзоров. Насчет обзоров. И, честно говоря, делать я их, ну, не то, чтобы не хочу, но я забываю их делать. Потому что я ем не так, чтобы их много. Вот. А делаю обзоры я, ну, практически на все, что я ем. У меня вот вообще была такая идея еще очень-очень давно. Что если делать обзоры на все, что ты кушаешь, ну, или вообще все очень-то длинаешься, то, во-первых, я, как человек открытый, могу блеснуть своей личностью, показать, какой я человек, какой я. Ну, может, хороший, может, плохой. Вот. А с другой стороны, я считаю, по-моему, будет интересно наблюдать за моей жизнью, за тем, как дела у другого человека происходят. Конечно, если у этих людей, ну, будем откровенны, не налажена жизнь собственная. Вот. Потому что лучше наладить свою жизнь, жить без свою, чем без надежды, да? И следить за чьей-то жизнью, это тоже, ну, я, говоря, мелочи. Ну, с другой стороны, я считаю, что если кому-то это интересно, если спрос есть, то, значит, и должно быть предложение. Вот. А так как сейчас подобные блогеры, ну, не то чтобы часто встречаются, да, вот, ну, сам первый пример, ну, конечно, я не такого масштаба человек, но все-таки стартовский артский же, вот, человек, который, ну, буквально жизнь себе транслирует в интернет, как он живет, как он дом себе налаживает, как он баню построил, как кушать себе готовит, пускай блюда, ну, можно сказать, не очень, да? Вот. Это все равно очень, ну, интересно, есть спрос на это. Поэтому я считаю, что вы, и тем более человек, самому тоже, это достаточно интересный. Поэтому вы действительно, почему вы и нет? Все-таки. Ничего в этом зазорного нет. Вот. Сейчас я замываю уже третью тарелку, и мне надо будет приступить к нитью ложек, потому что без того выбора кушать достаточно будет неудобно. Вообще, мы дали, я помню еще тарелку, но это все-таки выдерживаешь, чтобы тарелметраж как-нибудь укоротить, если этого, конечно, требуется. Хотя, смотря на мой прошлый видео, я так посмотрю, что на самом деле длинный тарелметраж не так уж и пугает зрителя. То есть, в основном мои ролики, они очень долгие. Вот. Но хотя, самый долгий ролик, который у меня есть, просматриваемый именно, это как установить GTA V на компьютер. И я целый час просто сижу, ну и, можно сказать, играю с удоку и раскладываю тарелок. И просто жду, жду, а вы ждете со мной. Не знаю, на самом деле, почему так много-то, ну, на приложении, просто ли просмотров. Хотя, я так рад. Дело в том, что теги у меня такие, ну, скорее не тег, а названия, что, ну, будем откровенны, школьники, ну, ищут, как искали в 2015-м, способы установки бесплатного GTA V на компьютерах, так и по сей день, они ищут способы, вот. Ищут, пока только скинет там ссылку на ТОР. Или еще на что, хотя, ну, действительно, да, с первого века, и, в принципе, все уже, наверное, знают про РУКОР. Ну, раньше там, все топы, хотя он сейчас, то ли закрылся, то ли еще, что, плохо работают, я помню. Хотя, я им пользовался достаточно давно, когда он еще угасать начал, когда его начали все время блокировать. Я пользовался все топом, он еще до того, как его блокировал, вот, у нас, поэтому, думаю, я могу в разогнении на его счет, тем временем, тем временем, я помыл одну ложку, осталась вторая. И, если у нас проблемы с этой ложкой, не приносит ли голос, но я успешно удалил, и сейчас помою эту ложечку, чтобы хорошо потом, с вами, ну, надеюсь, хорошо покушать. Сейчас помою. Я даже не знаю, может, меня вообще сейчас не слышно, слышно там, бу-у-у-у-у-у, но я надеюсь, что во время того, ждете, пока я помою посуду, выкрываете, хорошо, время просто слышать, нет, я считаю, это тоже достаточно неплохо. Так, надо мне очень тщательно помыть посуду, а потом, после обзора, после обзора, я все вытащу, надо, наверное, полностью помыть эту посуду и паука благополучно покоронить. Но, я знаю себя, сомневаюсь, что я так делал, и сомневаюсь, что просто нельзя было дальше залпать на роднике тролика. Да. Тем временем, ложки я уже помыл, и сейчас можно спокойно выключать, увы, и, нет, не подгорать телефон, а идти матеруки. Так, не матеруки, а вытирать. Но проблема в том, что я не могу найти полотенце. Где же оно может быть? так. Значит, скорее всего, и да, скорее всего, а именно, точно, Ваня, у Вани мое было полотенце. Все, руки я вытел, и телефон мне сообщает, что менее 10% зарядки. О, Господи, а сколько же конкретно? Сколько конкретно, я не знаю, из-за мокрых рук. Поэтому давайте проследуем вместе со мной, чтобы я тщательно их вытер. Ха, странно. А, вот, у меня осталось 6%. К сожалению, мне придется снять обзор после того, как у меня зарядится телефон.